Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Елена Шрамкова, автор образовательного сайта smash-trash.ru. Сегодня поговорим о стратегиях подготовки к сдаче устной части единого государственного экзамена по английскому языку. Мой первый видеоурок полностью посвящен анализу задания номер один. Прежде всего, вам нужно ознакомиться с форматом устной части и понимать, что собой представляет каждое задание данного раздела. Итак, рассмотрим задание номер один. Это задание базового уровня, в котором нужно прочитать вслух отрывок из научно-популярного текста. Время, которое дается вам на подготовку, составит полторы минуты. После этого у вас будет еще полторы минуты, чтобы выполнить это задание. За это задание вы сможете набрать один балл. Какие же задачи стоят перед учеником во время выполнения данного задания? Во время чтения учащийся должен понять содержание текста и разбить предложения на смысловые группы. Обязательным условием отличного выполнения этого задания является соблюдение фонетических норм английского языка. Также вам нужно уложиться в отведенное для ответа время. Помните, что во время экзамена ваш ответ записывается на компьютере. Очень часто мои учащиеся спрашивают, влияет ли на оценку американский вариант произношения слов. Хочу отметить, что на экзамене допустим как британский, так и американский вариант произношения слов. Закономерно возникает вопрос, за что можно получить этот единственный балл и при каких условиях его можно лишиться. Изучите внимательно критерии оценивания вашего ответа. 1 балл учащийся получит, если его речь воспринимается легко и необоснованные паузы отсутствуют. Также правильно поставлено фразовое ударение и все предложения интонационно оформлены верно. Допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. Давайте рассмотрим типичные ошибки, которые допускают ученики во время чтения. Основными являются следующие. Неумение разделить предложения на смысловые группы слов. Неправильное интонационное оформление предложений. Неправильное чтение слов с глухими и звонкими согласными в конце слова, долгими и краткими гласными, которые меняют лексическое значение слова. Неправильное чтение слов с немыми буквами, то есть буквами, которые пишутся, но не произносятся. Неправильное произношение звуков, типичных для английского языка, и подмена их произношения на русские звуки. Изучив рекомендации к выполнению задания номер 1, вы обязательно справитесь с ним на отлично. Совет номер 1. Научитесь правильно делать паузы и разбивать предложения на смысловые группы. Смысловая группа – это слово или несколько слов предложений, которые нельзя разделять паузой без потери смысловой связи между словами. Совет номер 2. Научитесь правильно ставить фразовое ударение к предложению. Фразовое ударение, как правило, падает на смысловые слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. При этом служебные слова – артикли, предлоги, союзы, глаголы-связки – являются безударными. Совет номер 3. Научитесь интонационно правильно окрашивать предложения. Нужно помнить, что повествовательные предложения и вопросы специального типа произносятся с нисходящей интонацией. Вопросы общего типа произносятся с восходящей интонацией. При перечислении однородных членов предложения интонация повышается, а в конце предложений – понижается. В альтернативных вопросах до союза «ор» интонация повышается и понижается после него. Совет номер 4. Обязательно изучите правила чтения гласных в различных типах слогов. Например, в первом типе слога гласное читается как в алфавите. Во втором типе слога гласное читается кратко. В третьем типе слога. А именно, в сочетании гласное плюс «а» плюс согласное. Гласное читается долго. Art, service, bird, importance, purple. В четвертом типе слога. А именно, в сочетании гласное плюс буква «а» плюс гласное. Гласное читается по типу дифтонга. Square, pure, virus, story, pure. Совет номер 5. Изучите правила чтения согласных. Особенное внимание обратите на чтение букв «си» и «джи». Нужно помнить, что в сочетаниях «си-эй», «си-оу», «си-ю» буква «си» читается как «к». Carrot, competition, cucumber. В сочетаниях «си-и», «си-ай», «си-вай» буква «си» читается как «с». Cell phone, citizen, cyclist. С буквой «джи» дела обстоят не так однозначно, как с буквой «си». Нужно запомнить, что в сочетаниях «джи-эй», «джи-эй», «джи-ю» буква «джи» читается как «г». Gate, government, guidebook. В сочетаниях «джи-и», «джи-ай», «джи-вай», как правило, буква «джи» читается как «джи». Geography, gigantic, gymnastics. Но здесь существует много подводных камней, о которых можно больно ушибиться. Например, в словах «girl», «gift», «give», «get» правило не работает, а поэтому эти слова нужно запомнить. Сейчас перейдем к практическому выполнению заданий. Прослушайте текст в формулировке задания номер один. Представьте, что вы готовите проект вместе со своим другом. Вы нашли интересный материал для презентации и хотим, прочитать его своему другу. У вас есть полторы минуты, чтобы прочитать этот текст про себя, а затем будьте готовы прочитать его вслух. У вас будет не более одной с половиной минуты, чтобы прочитать вслух данный текст. Прослушайте образец выполнения задания номер один в формате ЕГЭ, а затем выполните его самостоятельно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... The ceiling measured approximately 12,000 square feet. When the work was finished, Michelangelo had painted 343 figures on the ceiling. The method he used was known as fresco, which involved applying paint to tamp plaster. Contrary to what many people believe, Michelangelo did not lie on his peck to paint the ceiling. Instead, he revised his own scaffolding system. From his scaffold, Michelangelo could paint while standing. Для того, чтобы хорошо выполнить данное задание, обратите внимание на фонетические особенности чтения гласных и согласных звуков в следующих словах. Буква С читается как с сочетанием. Сочетание C-E, C-I, C-Y. Silling, Sing, Service, Decide. Буква С читается как К в сочетаниях. C-A, C-O, C-U. The Vatican, Scaffold, Fresco. Практически во всех заданиях, предлагаемых для подготовки к чтению из раздела устной части, есть числительные. Поэтому вам следует помнить правила их чтения. В данном задании встречаются следующие числительные. Дата делится пополам и читается двумя числительными. Обратите внимание на отсутствие окончания множественного числа в количественных числительных, обозначающих конкретную влечину со словами 100, 1000, Million, 343, 343. Обратите внимание на употребление союза AND между сотнями и десятками или сотнями и единицами, если нет десятков. Подготовка к любой части ЕГЭ, будь то аудирование, чтение, грамматика или говорение, предполагает активную работу со словарем. В своих рекомендациях я всегда говорю о необходимости использовать словарь для пополнения вашего лексического запаса, в особенности, если дело касается имен собственных. Давайте рассмотрим лексику, которая встречается в данном задании. Помните, что во время экзамена пользование словарем запрещено. Во время подготовки к экзамену вырабатывайте чувство времени. Начитывайте тексты вслух с включенным таймером. Записывайте свою речь на диктофон. Затем прослуживайте аудиофайлы, обращая внимание на допущенные ошибки. Следите за темпом речи. Он должен быть естественным, не слишком быстрым, но и немедленным. Отрабатывайте слитное чтение слов. Как можно чаще слушайте и копируйте речь в носителе языка, просматривая видео на канале YouTube. В день сдачи экзамена вам нужно быть предельно собранными. Как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Это на самом деле важно. В аудитории, кроме вас, будет еще три экзаменуемых. Вы не должны отвлекаться и прислушиваться к ответам других тестируемых. До начала своего ответа обязательно убедитесь в том, что микрофон и записывающие устройства в рабочем состоянии, и качество звука вас удовлетворяет. Если во время чтения текста вы допустили ошибку, но самостоятельно ее исправили, экспертам будет засчитан последний озвученный вами ответ. Потренироваться в выполнении задания номер один устной части вы можете на моем сайте smash-trash.ru Всем желаю получить максимально высокий балл на экзамене. С вами была Елена Шрамкова. Спасибо за просмотр. До новых встреч.